Этим утром я рада приветствовать в нашей студии мою коллегу Дарью Мазитову, которая сегодня, в свой выходной, пришла к нам в гости практически со всем семейством. Даша, доброе утро! Доброе утро, Маша! Ну что, знакомь нас всех со своим детишками. Я думаю, что они сами могут представиться. Давайте, расскажите. Меня зовут... Меня зовут Рината. Так, а фамилия у тебя какая, Рината? Мазитова, как у мамы. Ну, раз ты самая смелая, может быть, ты своих братьев-сестер тоже представишь. Да. Ее зовут Мазитова Ясмина. Ясмина, очень приятно. Ее зовут Мазитова Карим. Карим, очень приятно. Меня зовут Мария Владимировна. Я так думаю, наверное, так, да? Надо детям твоим представляться же, да? Я так понимаю, что собрать все такое огромное семейство в одно утро, это просто какой-то невероятный труд. Ради чего мы все собрались сегодня? Даша, расскажи. Собрались мы для того, чтобы сделать поделку, удивить наших зрителей, надеюсь. А поделка будет очень простая. Это будет елочка из замечательной ткани, фетр. Все очень просто. Пришла мне в голову такая идея, потому что нужно было сделать какую-то поделку в школу или в садик. Ну и долго не думая, мы решили сделать елочку. Даже жалко такую елку куда-то отдавать, вот честное слово. Мы еще сделаем. Еще есть, но если только так. Хорошо. Я так понимаю, что эта заготовка на самом-то деле когда-то была просто обычным фетром и обычными веревочками, и я даже не знаю, как правильно. Пуговками, таким вот декором, который я совершенно случайно нашла. Вообще я искала только пуговки и даже не наделась увидеть вот такие вот... Красотищу такую. Да, такую мелочь прекрасную. Но мне повезло. Ребята, я хочу сказать, что ваша мама, она просто руководительница. Такую классную и дизайнерскую елку. Я прямо даже как-то в какой-то степени вдохновилась и думаю, что-нибудь такое попробую сделать дома. Любой материал можно использовать, если эта елочка будет для детской комнаты, например, подарок ребенку. Можно использовать какой-то материал, не знаю, ну даже пеленочки какие-нибудь, да, красивые, с мышками, с зайчиками, вот. То есть это будет такая детская, детский вариант подарка. Если это для кого-то взрослого, для украшения дома, это может быть какая-то ажурная ткань, черная, белая. Это тоже будет такой необычный декор. Мужчине, например, черная елка, это будет очень стильно и как-то так вот прям брутально. Может украсить кабинет или гостин. Да, и золотыми черепами. Это тоже можно найти, Маша. Ну что, давай начинать. Пока Рината лепит пластилин, я думаю, что Ясмина сможет нам что-нибудь спеть или рассказать. Мы белые седленьки летим, 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 за лоски, топинки, щаском заполосим, танцуем на поляне, ведемся холобок, куда-нибудь, сами нас вели, сдали еще. Очень громко. Просто молодец. Ой, молодец, молодец. Ясмина, тебе сколько лет? Три годика. Три годика и такое длинное стихотворение. Я думаю, что... Браво. Молодец. Даша, это твоя заслуга. Ты знаешь, вот Ясмина у нас отличается тем, что она очень быстро учит стихи, песни, довольно-таки длинные. То есть, если в лесу родилась елочка, там сколько у нас куплетов? Она не знает наизусть, спокойно поет, да, вообще без вопросов. Можно споет? Вот так вот у нее складывается. Карим, будешь помогать твоей сестре? Ну, давай. Я вот теперь просто слов не помню. Давай в лесу родился. В лесу родилась елочка, в лесу она росла. Зимой и летом стоя я зеленая была. Метель и пела крестинку, спи, елочка, бай-бай. Молосишка, муку трубу, смотри, на мигай. Зачистка, зайка, сильненький, под елочкой скакал. Полою уголик сидит и в окна свою побегал. Слушай, ну мама не сочинила, знает практически всю песню, да? Да. Ну там есть еще, там еще есть. Я еще не сочинила. Хорошо, прости. Ну ничего страшного, ты поешь в следующий раз. Ну хочешь допой? Допивай тогда. Сейчас мы секунду, смотри. Вот уже пора заделывать, да, туда? Идет красотка до веки, до веки, лежит все судьбе у нашу елочку по самым колесам. Теперь она новаяная, на праздник написала, и много-много радостей и чисто принесла. Молодец! Браво! Ничего не забыла, молодец. Так, за это время у нас подоспело основание для елочки, да, из пластилина. Пока мы доделываем, Карим хотел очень, мечтал давно рассказать о своем новом увлечении. Мое новое увлечение это оригами. Я сделал пару вот таких вот небольших оригами, которые увидел в ютубе, и некоторые придумал даже сам. Классно! Молодец, Нэй! А тем временем поделка-то готова. А тем временем поделка-то готова. Вот такая замечательная елочка у нас получилась. Отличная елка. Красивое украшение любого интерьера. Любого интерьера это совершенно однозначно сдающее настроение. Спасибо вам большое. С Новым годом, друзья! Спасибо! С Новым годом! С Новым годом! У нас в гостях была Даша Мазитова со всеми своими замечательными, очень красивыми и, самое главное, талантливыми детьми. Новое утро продолжается. С Новым годом! 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 Продолжение следует...